Как сообщил руководитель управления финансами администрации муниципалитета Сирена Ганеева, доходная часть бюджета увеличивается на 29 миллионов 175 тысяч рублей. В части собственных доходов увеличение составило 2 миллиона 179 тысяч рублей. Доходная и расходная части бюджета в части безвозмездных поступлений увеличиваются на 26 миллионов 996 тысяч рублей. В основном пересмотрели у нас дополнительные доходы по акциям на 533 тысячи рублей, увеличение идет штрафы, санкции, возвещение ущербов на 1,5 миллиона и прочие налоговые доходы 146 тысяч рублей. Кроме того, из областного бюджета предоставляются субсидии на ремонт и устройство контейнерных площадок, приобретение мусоросборников, ликвидацию свалок. Сирена Ганеева напомнила, что после проведения 4 сентября на территории района расширенного совещания По предварительным итогам внедрения новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, глава региона поставил задачу министру энергетики и ЖКХ оказывать поддержку тем городам и районам, где новая система обращения с ТКО действует эффективно. Среди них и Сергиевский район, где с начала года установлено 20 контейнерных площадок, ликвидировано 3 несанкционированных свалки, а договоры на вывоз мусора заключены с большинством юридических лиц. За этот период была проведена большая работа и у нас в основании правительства Самарской области утверждены новые цифры по этим направлениям. Если мы ранее по ремонту устройства и ликвидации свалок у нас выходила доля с финансированием где-то 50%, в общем, по каким-то соглашениям 80-20, по каким-то 70-30, в целом где-то у нас выходило 50 на 50. То есть сейчас на данный момент на подписи находится соглашение с финансированием доли участия областного бюджета 85% и доля участия местного бюджета по этим мероприятиям 15%. А 19 сентября вышло постановление свалок по приобретению мусоросложников, то есть приобретению контейнеров. Здесь доля участия муниципалитета 5%, 95% предоставляется из области. Доля софинансирования на ликвидацию свалок из областной казны составит 547 тысяч рублей, на ремонт контейнерных площадок 1 миллион 133 тысяч рублей, на устройство контейнерных площадок 5 миллионов 29 тысяч рублей, а на приобретение мусоросборников 2 миллиона 168 тысяч рублей. Таким образом, расходы из местного бюджета по муниципальной программе обращения стыковной территории района уменьшаются на 5 миллионов 80 тысяч рублей. Уменьшаются и расходы на реализацию программы, направленной на совершенствование муниципального управления и повышение инвестиционной привлекательности района на 275 тысяч рублей. Расходы за счет средств местного бюджета у нас увеличиваются на 13 миллионов 250 тысяч рублей. Также уменьшение идет на 275 тысяч рублей по муниципальной программе совершенствования муниципального управления и повышение инвестиционной привлекательности. Увеличивается на 30 тысяч рублей сумма по программе обеспечения и реализации в политической сфере строительства комплекса градостроительной деятельности муниципального района Сергеевска. Увеличится на 52 тысячи рублей муниципальная программа развития сферы культуры и туризма на территории муниципального района Сергеевска. И на 735 тысяч рублей увеличивается муниципальная программа реконструкции, строительства, ремонта, укрепления материально-технической базы, учреждения культуры, здравоохранения, образования, административных зданий муниципального района Сергеевска. По результатам внесенных изменений и дополнений в 2019 году доходы районного бюджета составят 1 миллиард 78 миллионов 890 тысяч рублей, расходы 1 миллиард 131 миллион 915 тысяч рублей. Дефицит бюджета уменьшится на 6 миллионов 716 тысяч рублей и составит 53 миллиона 25 тысяч рублей. Поправки, которые мы сегодня вносим в бюджет, они значительные. И самое главное, что они на пользу населения Сергеевского района, на пользу нашим избирателям. Вы видите, на самом деле, как ситуация поменялась. Если с натягом, раньше мы говорили о том, что у нас 50% сфинансирование данной программы по установлению контейнера, контейнеры, площадка на изготовлении новых контейнеров, по очистке территории от свалок, то сегодня уже совершенно другая картина. 8 с лишним миллионов рублей идет с области, и, соответственно, это позволяет нам всю эту работу провести в основном за счет областных средств. С участием только 15% со стороны нашего бюджета. Очень здорово, очень неплохо. Поэтому я хотел бы сказать большое спасибо и администрации. Деньги привлекаются, деньги значительные, и все это идет на улучшение условий проживания жителей Сергеевского района. Также в ходе заседания народные избранники одобрили проект о внесении изменений в устав муниципалитета и внесении данного проекта на публичные слушания и поддержали обращение депутатов Собрания представителей Кенечеркасского района в Самарскую губернскую думу по вопросу внесения изменений в статью 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В частности, речь шла об усилении ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Юлия Трухтанова, Антон Иванов, телекомпания «Радуга-3».